Рубрика традиционных вопросов для людей, которые улыбаются перед камерой. Наталья Константиновна, очень приятно познакомиться с вами. Как настроение? Настроение отличное, праздничное. Я рада встретить знакомых и новых друзей. Ну, в общем, хорошо. Это прекрасно. Давайте немножко поговорим с вами про бизнес. Какую компанию представляете? Я представляю свою компанию. Я организационный консультант, коуч и тьютер нацпроекта. То есть работаю с организациями, с ритейлом, с производством, по выстраиванию организационных процессов и коммуникаций в компании. Как компания должна понять, что ей пора бы обратиться к специалисту для выстраивания коммуникационных и организационных процессов? Каждая компания в определенный период времени сталкивается с некими проблемами, которые не может для себя решить. То есть достигает определенного уровня своего роста, когда уже по-старому нельзя, а по-новому не знают как. Когда они чувствуют, что не знают как, время пришло. А есть же какие-то наверняка общие боли, которые объясняют, грубо говоря, всех клиентов. Что вот у всех болит сегодня? Основная боль, знаете, не в зависимости от того, ритейл это или производство. Основные боли, с которыми сталкиваются компании, это круско-функциональное взаимодействие в компаниях. Это взаимодействие между подразделениями и это неопределенность функций. Но самое главное, боль нужно понимать, кто мы, где мы, что мы, кому мы и как. Вот если я понимаю, что мой бизнес нуждается в немедленной трансформации, да, сколько времени я должен потратить на это и когда я увижу первые результаты вашей работы? Вот тут две ключевые фразы прозвучало. Сколько времени и вашей работы. Сколько времени, это сугубо индивидуально и зависит от специфики бизнеса и от тех параметров, в которых бизнес находится, и к той идеальной картине, к которой он хочет прийти. И каким путем он к этому пойдет. И вашей работы, это не работа орг-консультанта, это работа орг-консультанта создать определенные условия для того, чтобы компания сделала этот качественный шаг вперед. Поэтому это индивидуально и решается по-разному. Может быть, хватит полгода, может быть, нужен год, а кому-то нужно 3-5 лет, а кому-то никогда. А кому-то никогда. Вот это мне очень нравится, что есть люди все-таки, которым никогда. Какие основные советы можно сегодня дать вашим потенциальным клиентам? А, у меня есть правило не давать советы, когда их не спрашивают. Ну, окей, рекомендации, лайфхаки какие-то, вот фишечки, потому что все же любят, когда полезно. Помните о том, кто вы и для чего вы. Если говорить о бизнесе и о человеке, то есть организация, по сути, напоминает организм, который может страдать и болеть, и нужно всегда чувствовать и осознавать, где вы находитесь, чтобы сделать следующий шаг. Сначала осознайте, а потом делайте первый шаг. Сколько клиентов вам необходимо в 2020 году, чтобы вы сказали, да, круто, я улучшил свои качественные и количественные показатели по сравнению с 2019? Смотря что смотреть, подразумевать под клиентами, если это организация и команды, то, ну, если это крупный проект, то это два проекта одновременно. Если это средний проект, то это порядка трех-пяти проектов. Ну, и также мои личные консультации с клиентами, которыми я работаю, как правило, это от 10 до 15 клиентов. Увеличиваем показатели. Желаем вам в 2020 году пять крупных проектов. Ну, все, желание загадано. Спасибо. Главное определить вектор. Дальше все, все оно само понесется. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. С наступающим. Субтитры подогнал «Симон»